Всем привет! Продолжаем играть в Morrowind. Находимся в форте Иниевой бабочки. Нас здесь не очень любят. Вне записи я зачаровал штанишки. Вот такие вот на интеллект. 12 пунктов влезло. Решил я пока отказаться от кольца и слипа. Потому что оно как-то странно работает. У меня сейчас вот 542 единицы мана максимальных. И при надевании кольца ну, когда я восстанавливал ману у меня максимум не повышался. Как это работает, я не совсем понимаю. И пока что кольцо и слипа пусть полежит до лучших времен. Может быть как-нибудь мы им воспользуемся. И пришло мне сообщение о том, что строительство торгового аванпоста должно быть почти закончено. Поэтому давайте сейчас отправимся на Воронью скалу. И посмотрим, что мы там можем сделать. До превращения в оборотня у нас осталось где-то примерно 2 дня. Сейчас ночь. Получается еще день. И по-моему на следующую ночь мы обратимся. И к этому моменту мне нужно быть подальше от населенных мест и от своих наемников. Потому что я уже потестировал наемники агрятся. А, карнивусу нужно доложить. Блин. Так, невозврат. Мне нужен невозврат. Мне нужно божественное вмешательство. Вот, агрятся наемники. Все подряд агрятся. И потом, после... Я бы не хотел заразиться. Да, блин, да что ж такое-то. Давайте применим команду. После трансформации обратно, то есть днем агр этот не спадает. То есть все персонажи становятся агрессивными. Торговый пост почти закончен. Хорошо. Теперь оставь меня в покое. Да, выбрал, выбрал. Бежим обратно на Воронью скалу. Я бы не хотел заразиться. Может быть там будет какое-то еще задание. Пока я не совсем уверен смогу ли я выполнять какие-то побочные квесты в дневной, так сказать, форме обычной. Но основной сюжет будет продвигаться именно по пути оборотня. То есть скалы задания мне больше не дадут. Ну и конечно же путь оборотня сопряжен с багами, поэтому возможно нам придется где-то прибегать к каким-то махинациям. Не совсем стандартным. Да, смотрите, корабль причалил. Там я вижу вот этот капитан. И сейчас у нас с ним будет задание. Видимо. Похоже, ничего не дается просто. Замена карниусом грузового судна принесла только новые проблемы по имени бара Эгнатиус. Он, похоже, думает, что заслуживает дополнительные платы за доставку нам припасов, а наши руды обратно на материк. А у меня совершенно нет желания идти ему на уступки. Почему бы тебе не попытаться образумить его? Он требует огромную сумму. Я даже не хочу называть ее. В противном случае он отказывается отвозить эту руду на материк. Это неприемлемо. И с этим нужно что-то делать. Я пытался урезонить его, но все тщетно. Я хочу, чтобы ты попробовал поговорить с ним. Ну, давайте. Давайте попробуем. Кстати, вот я вспомнил. Я вспомнил. Но не сейчас. Все-таки саблю мы заполучим в ходе этого задания. Сначала нужно поговорить с капитаном. Так они послали кого-нибудь доставить дополнительную плату, которую я потребовал. Я сказал им, что если я буду привозить больше, чем это делал Элбирот, это ему обойдется в кругленькую сумму. И я устал от ожидания. Элбирот это капитан того корабля, который предыдущий был, который разбился, с которого мы спасали ту вот девчонку. Он, говорит, мой друг. Он не отличался статностью и определенно из него совсем никчемный капитан. Но боец он превосходный. Всегда потрясает этой своей идиотской саблей. Но тебе, какое до этого дело, давай поговорим о моей дополнительной плате. Именно. Видишь этот корабль? Он не сдвинется с места, пока в моих руках не окажутся деньги, которые мне должны. Твой босс уже знает мои условия и если только ты не принес их мне, я предлагаю тебе проваливать отсюда. Иначе ты можешь пострадать. И вот в этот момент нам как раз нужно поговорить с подругой нашей спасенной. Стой, 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 стой. По поводу Элберота. Он был совершенно бездарным капитаном, скажу я тебе. Этот старый маленький боссмер, хотя он был лучшим бойцом в провинции. Он всегда носил с собой эту саблю, но когда корабль разбился, его ранило, несмотря на все разговоры о том, какой он хороший боец. Он не продержался долго против этих ужасных созданий, нежити. Мне пришлось взять его саблю и защищаться самой. Она определенно хорошая вещь, хотя теперь, когда я думаю о ней, впрочем, мне кажется, что она мне не особенно-то, что она мне особенно-то ни к чему. Вот, возьми ее. Не так, чтобы я была такой, она была такой же ценной, но по-моему, ты скорее найдешь ей применение, чем я. И она отдает нам саблю. Давайте на нее посмотрим. Сабля это достаточно обычная прочность, мне кажется, у нее увеличена. Давайте посмотрим ее емкость. Емкость у нее все опять. В общем, нам нужно взять эту саблю в руку и снова поговорить с капитаном. Именно вот так. Как бы угрожая ему. Не пытайся запугать меня, ты, этот меч, похоже на меч Элберота. Это его сабля? Как ты? Ну где? Так это правда, он мертв. Ты же не хочешь сказать мне, что ты, я имею ввиду, ты ведь не убил его, да? Хорошо, послушай, возможно, я немного погорячился. Как насчет того, что я сейчас подниму паруса и доставлю руду? Между нами не будет никаких проблем. Только не трогай меня. Послушай, я уже отправляюсь, видишь? отлично. Давайте доложим фалька. Так. Отличная работа, тысяча монет. Повышение. Теперь я негациант. И новое задание? Да, смотрите. Шахты теперь практически ничего не выдают. Руда исчезает, если мои подозрения верны, то Урин Морен ответственен за ее исчезновение. Конечно, моих предположений тут недостаточно, нам нужны доказательства его воровства. Я не скажу тебе, откуда ко мне поступила эта информация, но я думаю, что он прячет руду в сундуке в своем доме, пока не передаст ее кому-то еще. Я хочу, чтобы ты нашел этот сундук и забрал из него руду. Тебе понадобится этот ключ, чтобы проникнуть в его дом. Ключ Мореном нам дали. Домов здесь немного. Давайте посмотрим. Вот он, кстати, дом Урина Морена. Самого его вроде бы здесь нет. Второго этажа тоже нет. А вот он и ключ. Ой, сундук. Но в сундуке пусто. В сундуке пусто. Посмотрим, что здесь еще есть. потырим ингредиенты. Почему нет? Собственно говоря. Урин Морен здесь никогда не появится, насколько я помню. И все эти ингредиенты здесь будут просто лежать без дела. А мне может быть пригодятся. Но не прямо сейчас. Так в будущем. Только яйца к вам не хотелось выбрать. Они довольно тяжелые. И хотя грузоподъемность у меня как для мага так неплоха. И все же сундук в доме Урина Морена пуст. Давайте спросим у Фалька, что он думает по этому поводу. Что? Моя информация была очень надежной, но возможно его кто-нибудь предупредил. Я не утверждаю, что у меня здесь на Вороний Скале Монополия на слежку. Ну, если у нас нет никаких доказательств, тогда возможно нам удастся поймать его с поличным. Он должен быть в шахте. Проследи за ним и посмотри, не сделает ли он чего-нибудь подозрительного. Будь осторожен, тебя никто не должен видеть, так как его могут предупредить о твоем присутствии. И вот мы первый раз проникаем собственно к саму шахту. Честно говоря, не очень. Я помню, где здесь этот Урин Морен. Вот он. Собственно говоря, тут ошивается. И нам, видимо, нужно за ним следить. Да, вот он куда-то отправился. Давайте проследим. слежка здесь достаточно условно. Он просто по скрипту идет в определенное место. Обернулся зачем-то. Давайте тоже присядем. Даже применим наше кольцо невидимости. Вот так. а это он ждет, когда пройдет на ровном тот, да? Ну, такой я с понтом слежу. Но он меня же не видит все равно так или иначе. все. Дневник дополнен. Что там? Я последовал за Уридом Мореном кладовую, где у него не было никаких дел. И что? Мне надо с ним может поговорить. Давайте это колечко снимем, а кольцо Азора наденем. Сохранимся и поговорим с ним. Что ты здесь делаешь? Этому есть очень хорошее объяснение, уверяю тебя. Да, да, понимаешь, ну, я был, ладно, хорошо, ты поймал меня, но я клянусь, я не хотел делать этого. Карнио заставил меня, он сказал, что убьет меня, если я не выкраду как можно больше руды. С этим нам нужно, видимо, отправиться к Фалька доложить. Как я и подозревал, я не хотел говорить об этом раньше, но я был уверен, что Карниус имеет отношение ко всему этому. Но теперь, когда у нас есть свидетель, возможно, пришло время обратить внимание инвесторов на эту проблему. Я позабочусь, чтобы Урин пока был изолирован в одном москалских помещений колонии. Иди выясни, что Карниус может сказать свое оправдание. Сохраняемся, применяем божественное вмешательство и пробуем поговорить с Карниусом. Так, ну я смотрю, что там кто-то по лестнице идет и встал. Хорошо бы, чтобы не на проходе. Да, проход свободен. Это прекрасно. В чем дело, говорит. Да вот тут есть такой Урин Морен. Он вор и очевидно также еще и лжец. Не волнуйся, я разберусь с этим лично. Но уверяю тебя, я не имею к этому делу никакого отношения. Так, что Урину Морена нужно наказать. Но, видимо, нам нужно обратно вернуться к Фалька. ой, ой. Отправляемся на Воронью скалу. Корабля, кстати, уже нет. то есть перевозка руды налажена. Он был найден мертвым вскоре после того, как был посажен под замок. Конечно же, у меня нет доказательств, что он был убит и нет никаких свидетелей. Я уверен, что Карниус имеет к этому какое-то отношение. Но так как я не могу доказать это, то я не думаю, что вправе предъявлять ему обвинения. По крайней мере, воровство теперь должно прекратиться. Ты проделал отличную работу. Спасибо тебе. Повышение давай. Теперь я чиновник. Ты проделал потрясающую работу, но тебе стоит заняться самосовершенствованием, прежде чем ты сможешь... А, то есть навыки нужно подтянуть. А что насчет акции? А, с Карниусом. Ладно. И что у нас там по навыкам? Восточная компания. Значит, привлекательность, сила воли. Это у нас есть. Нам нужен навык 70. Красноречие, торговля, безопасность. Так, красноречие 26, торговля 66. В принципе, торговлю вы подкачать. И мы могли бы получить повышение. А безопасность у меня 55. Ну да, то есть качать нужно торговлю. Но это приведет к повышению уровня. И у меня, кстати, нет, как видите, бонусов для уровня. Я все-таки думаю, что мне стоит подучить еще меткость. Почему-то вот я решил так упороться в меткость. В какой-то момент, я думаю, что мы будем использовать лук. возможно в прохождении уже трибунала. Здесь-то на соус-схеме вряд ли. Значит, нам нужно через Альдрун отправиться в Вивик. Там подучиться меткости. Так, Валмора. Хочу отправиться в Вивик. Сейчас будет такой небольшой элемент прокачки. А вот, кстати, и ночь. Друзья, у нас остается все меньше времени. Сейчас нужно следить за временем суток. Я думаю, что следующая ночь будет уже решающей. То есть у нас остался один день фактически. Так, но прокачаться мы успеем. Давайте сохранимся и обучаемся. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. И мы получаем бонус к ловкости пять. Сейчас у нас бонус еще к силе воли два. Так, а торговля у нас привлекательность. Привлекательность у меня шестьдесят восемь. То есть мы, в принципе, торговлю качнуть больше, чем на два пункта у учителя не сможем. это, конечно, плохо. А нам нужно четыре пункта. Так, мистицизм. Я думаю, что дальше качать учителей смысла нет. Колдовство можно качнуть. Это не даст нам никакого бонуса, к сожалению. Но торговлю мы можем качнуть прямо здесь, в принципе. Если просто возьмем свой вот этот навык повысим и будем тупо покупать у нее стрелы. Здесь у нее есть например вот нет, подожди, где-то были костяная где-то были. Или я ошибся. Лебонитовый посох это я ей продал. Кстати, жаль, я с собой не взял ничего на продажу. Не подумал об этом. Можно, в принципе, загнать ей кольцо спригана вот этого. А, она не будет, конечно. Она покупает только оружие. Ладно, давайте покупать тогда стрелы. чтобы у нас был запас. Например, стрелы вот яда можно и стрелы с молнией. Давайте по соточке. Так. А что если по 50? Нет, да? Давайте узнаем какой нижний предел. Ну, 80. тоже нет. Соточка. Вот 67, пожалуйста. И отношение, кстати, падает. Но ничего страшного. Значит, за соточку она их все-таки продает нам. И через это мы можем качнуть торговлю. способ конечно туповат сам по себе. Но ничего не поделаешь. Можно конечно поштучно заниматься покупкой этих стрел. Это тоже качает навык. Но это совсем уж тупо. 68. Что, мне ей тоже таскать, что ли, подарки? У меня уже есть нолькария. Как бы невестушка моя. Зазнобушка. Еще одну. Не знаю даже потянет ли наш персонаж. Можно в принципе эти же стрелы ей и продавать. Потому что у меня их уже 500 штук. А мне столько не нужно. Давайте мы их обратно загоним. Тем самым вернем деньги. Допустим за 5000. Ну вот и навык повысился. Отлично друзья. Способ просто и тут же их все 600 можно и купить обратно за 1000. То есть на пустом месте мы делаем фактически деньги. Продаем обратно за 5000 и выкупаем за 1000. А нет да ну 1100 давай. тоже нет подожди а что что не так 1300 отлично так ну а теперь у нее мало денег теперь у нее денег мало поэтому давайте половину все равно нет да не качнулся навык ну давайте продолжать покупать за 500 все кучу стрел я накупил но навык мы повысим значит что мы сделаем сейчас мы наверное сделаем возврат к нашим друзьям выложу я стрелы блин у него перегруз так вот это я заберу часть стрел хорошо давайте вот так сделаем да сохранимся и тут же повысим уровень не можем спать на чужой кровати блин этот момент я не учел но эти ребята меня еще и палят здесь штраф мне не накинули нет штрафа нет но придется значит отправляться в альдрон сейчас у нас вроде бы день долго спать мы не будем и к моменту превращения я думаю что нам нужно будет покинуть как бы людные места города вот кстати да еще не день еще ночь не совсем я понимаю честно говоря когда произойдет это превращение не хотелось бы превращаться прямо здесь вот гильдии магов тогда все ребята здесь станут агрессивными в том числе и вот эти рабы как ни странно ладно отдыхаем значит повышаем ловкость повышаем силу воли повышаем удачу вернемся к прокачке удачи окей значит теперь по идее у меня торговля 70 и я смогу получить повышение для этого мы повышение в этой восточной имперской компании вот таким вот образом вот таким вот образом а здесь уже на корабле на воронью скалу так что-то я ага вот оно вот это очень плохо вот это вот очень плохо придется грузиться наверное да я не могу двигаться кстати почему-то а вот все сагарилась на меня только похоже только тетка вот эта которая телепортерша прыжки дичайшие смотрите блин 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 нет нет я не хочу с вами сражаться ребята и туда я прыгать тоже не хочу не хочу чтоб на меня там все согрелись но пока что вроде бы давайте запрыгнем вот куда нибудь сюда на камушек ну блин согрел тетку больше никто вроде бы не бежит никто меня там не спалил давайте посмотрим где у меня сейв ближайший перед повышением уровня давайте грузиться давайте грузиться уровень мы конечно повысим все равно силоволь и ловкость и удача но 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 мне нужно будет сейчас так стрелы 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 пока давайте я выложу прямо все в него чтобы облегчить инвентарь затем мы применим с вами невидимость и отбежим куда нибудь подальше от поселений у меня есть вот это колечко прекрасное все сейчас мы куда нибудь бежим так чтобы превращаться без палева просто куда нибудь подальше кстати можно совместить приятное с полезным и наведаться в курган этот хротманда который у нас по заданию вот оно вот оно не очень хорошее место конечно здесь но по крайней мере скалов мы не сагрим так все это сагрились ведьмы она регенерирует падла почему-то только одна сагрилась так где она блин ну прыжки конечно дичайше есть авто вторая что-то согрелась но а и вон те ребята тоже согрелись но почему-то не приближаются так значит инвентарь облутать мы не можем агрить лишнего мне не хочется тем более связаться с этими бандитами давайте посмотрим что здесь за пещерка скиг ты кто такой вот какие-то маги обитают ученик некроманта блин жаль я не могу их сейчас залутать но план минимум мы выполнили то есть нам нужно в облике оборотня завалить кого-нибудь в течение ночи так здесь ничего не добавилось но нужно поспать враги близко какие враги я всех замочил никого же больше нет или я не могу спать именно в облике оборотня так подождите я что-то вижу нет показалось это просто нет что-то есть там вот же вот же проход точно вот там и враги вот так вот немножко используя баг я блин блин как-то я непривычно мне что нельзя никого лутать так так кого-то призвал да он кого-то призвал клан фира призвал валим валим нужно регенерировать нужно регенерировать спрятаться тут особо негде только ждать у меня есть восстановление так он там застрял восстановление у меня должно быть так это вот дух волка восстановление здоровья один пункт всего лишь доступа к инвентарю у нас нет статы вы видите атлетика акробатика рукопашный бой бездоспешный бой повысился но здесь видимо независимо от нашей предыдущей прокачки эти статы в оригинале вроде бы там сила влияет на наши боевые показатели но здесь не уверен нам в любом случае выходить отсюда до утра смысла нет поэтому придется ждать просто отдыхать мы не можем разумеется хп мне сняли не слабо скорее всего это клан фир постарался и он по моему еще там давайте так рискнем и посмотрим если кланфира нет в принципе можно попробовать атаковать да это у нас некромант негодяй я честно говоря не помню их по предыдущим своим похождениям а вот кстати то есть здесь был проход но я думаю что отреспавниться здесь никто не должен кроме вот того костяного волка и мы здесь вполне можем до утра и перекантоваться давайте попробуем да смотрите и хп восстанавливается то есть сейчас у нас 3 часа 5 еще часик вот то есть в 6 часов происходит превращение сейчас самое главное как как на нас отреагируют наши наемники нужно применить сопротивление магии что надеть сапоги вот эти вот сцепляющей скорости ну и остальное наше барахло тоже нужно надеть амулет некромант я решил таскать дает бонус все таки к к к к интеллекту конечно же да да интеллект ну и восстановление здоровья тоже не лишнее значит кольцо учителя кольцо азуры давайте пока наденем так вроде бы все штаны рубашка да давайте все таки лутонемся здесь по ящикам посмотрим что тут есть насколько я понимаю нам сейчас нужно поспать чтобы увидеть герцина во сне чтобы продвигалась у нас сюжетная линия так ну тут какой-то странный лут смотрите ребята это не пустые так но этот амолит мне не нужен здесь в общем-то тоже особо брать нечего восстановление здоровья на себя ну на нашем этапе игры такой амурет уже бесполезен призы магии возьмем это возьмем давайте лутать вот этих ребята смотрю здесь эбонитовый посох у него плотского начала вызов ходячего трупа такой интересный дневник некроманта что тут слабаки и трусы меня не волнует что они думают обо мне или моем увлечении черной магией кто они такие чтобы диктовать мне какой магией я должен заниматься в арденфеле есть поколение мертвых которые уже созрели для действий но все боятся использовать этот ресурс как будто он священный какая чушь я добился меньших успехов здесь на солсхеме чем ожидал этот проклятый магический лед защищает большинство трупов и даже мне трудно контролировать этих диких драугров несмотря ни на что моя работа продолжится мои ученики с каждым днем становятся все сильнее мои последние исследования открыли мне местонахождение покрова горя он находится в ледяных пещерах римхул скоро я буду владеть его темной силой но ты уже ничем не будешь владеть а вот я возможно и завладею давайте это на продажу возьмем беспонтовые зелья очередной трубачок так и здесь у нас сундучок замок шестидесятого уровня смело открываем а здесь всего лишь соленый рис у этих что у этих посохи ой посохи попроще серебряный да серебряный посох так ну и сохраниться бы надо здесь конечно на нас все уже согрелись но мы применяем невидимость и все отагриваются я хочу все-таки посмотреть как на меня отреагируют мои наемники так у ведьмы к сожалению ничего интересного нет вокруг деревни прямо толпа их с этими ребятами разговаривать наверное пока я не буду сейчас мы проведем конечно эксперимент но сначала наемники в принципе нормально то есть они не агрятся они не видят что я оборотень эти ребята тоже не видят а вот что скажет шаман я чувствую течь зверя на тебе скалы не будут иметь с тобой никаких дел пока ты живешь с таким проклятием понятно 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 так ну и что нам нужно как-то поспать я думаю что надо вернуться обратно в эту пещеру с некромантами там безопасно теперь место поспать там все таки чтобы квест как-то у нас основной продолжался чтобы мы не просто бегали по ночам валили людей ну что турбики а нет турбики еще здесь ну давайте попробуем тут отдохнуть но никакого сна я не вижу это очень странно то есть то есть мы время только потеряли сейчас два часа блин 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 когда же мы увидим сон когда я был оборотнем мне ничего не снилось и сейчас ничего не снится но мы тем не менее продолжим путь под невидимостью я пробегу здесь потому что смысла нет воевать со всеми этими ребятами хоть у нас и сильный отряд но блин это совершенно бессмысленно и дневник у меня не дополнился да осада заклинание исцеления то есть и все ветроглазый меня не хочет видеть а с кем мне поговорить вопрос вот он собственно этот курган хротманда здесь по пути стандартный набор погода на удивление хорошая обычно здесь метель я вижу снежного волка там снежного волка не хотелось бы конечно победить поэтому давайте мы вот таким вот образом действовать и вызовем дримору конечно же заключение хорошо две шкульки еще в нашу коллекцию сохраняемся там наездник блин я надеюсь он меня не заметит некоторые называют меня убийцей но я надеюсь вам слышно было тут в общем-то текст мы знаем из задания что имя его он джак дверь отворилась мы смело заходим здесь обычная гробница по идее то есть да вот население этой гробницы костяной волк и может быть драубры костяной волк параличу не чувствителен давайте так сделаем отлично сохранимся все и все что ли походу и все да сундучок тут 300 монет отзовем тогда этого товарища по-прежнему стал грим мы использовать не можем вот у нас собственно говоря амулет и все здесь да какое-то тело непонятное сундуков я больше не вижу топор хротманда но он не юзабелен здесь здесь тоже никаких сундуков я не вижу ну и на выход задание мы в целом выполнили в принципе можно было бы даже вернуться и закрыть этот квест давайте наверное так и сделаем пока еще день мы оказались в гнисисе так вальдрон сколько время у нас два часа время еще есть я добыл амулет в общем-то он меня благодарит 1500 монет дневник дополнен что там в дневнике моя работа на луи чернозема завершена надеюсь что задание у нас закрылось да это что а почему у меня подвисло задание лекарство от вампиризма у меня висит и осада вот это подвисло тоже короче непонятно ничего друзья но на этом я пожалуй серию буду завершать сейчас я снова метнусь в эту в эту пещеру наверное и подожду еще до ночи попробую еще раз поспать ветроглазый ничего не говорит скалы то есть меня игнорируют понятно хотя и не нападают ну что на этом пожалуй я буду закругляться спасибо вам за внимание если есть советы какие-то по поводу того как нам продвинуть сюжетную линию я с удовольствием выслушаю что я что-то теряюсь по идее должен явиться Ерцин во сне и дать нам задание свое но пока что видите ничего не происходит все всем пока